Всем привет! С вами Виктория. Продолжаю тему ухода за домашней розочкой. И сегодня хочу затронуть более углубленно вопрос выращивания такого растения в зимний период. Несмотря на то, что тепло только набирает обороты. Ведь именно от того, сможете ли вы обеспечить ей правильную зимовку, зависит, будет ли у вас это всего лишь однолетнее растение, как говорят цветоводы, живой букет, либо же комнатная розочка приживется у вас и станет гордостью вашей коллекции на долгие годы. Хотите узнать, где розы зимуют? Тогда вперед! Так, как я уже говорила в предыдущем сюжете, ссылочку на который я вам дам в данном обзоре, я уже говорила о том, что условно уход за розой зимой можно разделить на два принципиальных разных подхода. Один из них создавать искусственные условия для того, чтобы искусственно продлевать период роста и развития этого растения, для того, чтобы оно у вас цвело круглый год и не впадало в спячки. Другой подход обеспечит ей холодную зимовку. И те, и другие подходы имеют право на существование. Я практикую лично второй вариант, то есть холодную зимовку. Почему? Потому что, во-первых, я читала рекомендации, что как раз именно это правильный подход, потому что садовая роза, как вы знаете, со снижением светового дня, с наступлением холодов, она впадает в период покоя. То же самое наблюдается у комнатной розы. Но есть цветоводы, которые создают такие варианты, такие условия, чтобы розочка цвела. Я не хочу вам ничего сейчас говорить по этому поводу. Я вам дам ссылку на свой текстовый пост об уходе за комнатными розами зимой, где читательница, которая как раз практикует такой интересный способ, делится своим опытом. Ну, почему я не избрала такой путь, несмотря на то, что мне бы хотелось цветов среди зимы? Потому что всё-таки довольно сложно выращивать её так, чтобы сократить, свести к минимуму этот период покоя или вовсе его брать. Почему? Потому что тут требуется постоянное досвечивание, что довольно неудобно в домашних условиях, при нашем ритме жизни активном. Так, во-первых. Во-вторых, нужно всё-таки, если держать её в тёплой комнате, как советует читательница, всё-таки нужно поддерживать очень высокий уровень влажности воздуха. Потому что комнатная роза просто не выносит сухого воздуха и не выносит батарей. Она может от этого погибнуть. Ну, а холодная зимовка осуществляется так. В принципе, период покоя наступает он же не сразу, да? В спячку розочка спадает постепенно, осенью, с сокращением светового дня, со снижением температуры. Она начинает хуже цвести, может даже уже начать сбрасывать листья. В общем, и постепенно, постепенно она уже приходит к тому, что вместо вот таких вот роскошных кустиков, с которых, вот видите, я уже эту розочку показывала вам, она у меня завязала 14 бутонов. Я уже обрезала, нужно обрезать. И осталось только два. Вот следующая зацвела. Теперь, видите, наблюдается еще вот розовая роза. Скоро зацветет, заложила бутончики. В общем, такая эстафета. Вместо вот такого вот фейерверка цветения мы наблюдаем довольно плачевную картину. Кустик может полностью уголиться, сбросить листья, листья желтеют, сохнут, падают. И многие, те, у кого ударят розы, принимают это за то, что растение погибло. Нет, оно не погибло. Оно просто заснуло. В период зимы прежде всего нужно содержать розу на холодном подоконнике. Температура примерно 5 градусов Цельсия. При этом никаких опрыскиваний в полив. Сокращаем по минимуму, только чтобы почва просто не высыхала и не превратилась в камень. То есть поливаем редко. И держим ее в таком состоянии до начала, до февраля, до марта, когда уже у нас начинается активное солнце. Вы знаете, что оно активничает в феврале. В этот период выводим ее из спячки. Для этого, чтобы вывести из спячки, нам нужно ее обязательно пересадить и обрезать. Ну, собственно, здесь нужно снимать отдельный сюжет о том, как будить комнатную розочку. А я остановлюсь опять-таки на зимнем уходе. В принципе, основные положения понятны, что нам нужен холод, сокращенный полив. Все, казалось бы, просто. Поставили нам балкон и все. Но какие могут возникнуть сложности? Во-первых, не у всех есть этот балкон. Не все могут предоставить такое условие. Такие условия. Мяч, у многих его просто не имеется, у многих нет закрытой лоджии или балкона, да, там мороз. И меня спрашивают читатели, что делать в этом случае. Это касается даже не комнатных роз, а других растений, которые требуют холодной зимовки. Ну что, я советую в этом случае, что либо отдать растения знакомым на период зимы, которые смогут его поддержать, либо же, если у вас доверительные отношения с соседями и закрытый подъезд, там консьерж, вот вы можете выставить розочку на подоконник общий, где, в принципе, такие температуры часто и бывают, ну вот, и батареи не включены, и, в принципе, она там может перестоять, да. Ну, я вам даже скажу, что выглядит будет кустик так, что на него никто и не позарится. Ну, если уж в крайнем случае вы не сможете обеспечить холодную зиму, такую то-либо досвечивать, а если нет, ну, тогда уже надо понять, что действительно комнатная роза, как многолетнее растение, вам не подойдет просто-напросто. Его нужно будет тогда, ну, хотя бы подарить кому-то, отдать цветочный магазин, в общем, куда-то пристроить. Вот. Вторая сложность, с которой вы можете столкнуться, с которой вы можете столкнуться, что не всегда на балконе, вот у меня, например, не всегда на балконе можно содержать, будет температура плюс 5, там, плюс 3 даже градуса. Ну, вот, сильные морозы, когда на дворе сильный мороз, у меня минус. Ну, и почва может замерзать. В принципе, так неофициально, ну, вот, розочки могут там постоять, так выдержать, там день не может быть такое, ну, тоже нежелательно их допускать в выражение, что в этот период, в этот период я делаю, я заношу их в комнату, но устанавливаю так, чтобы они стояли подальше от батарей. Свет, как таковой свет не важен, главное, поставить их подальше от батарей, вот, я уже поливать начинаю их хорошо, может быть, опрыскиваю только для того, чтобы избежать вот влияния этого сухого воздуха. Ну, и у нас не бывает так, вот, чтобы примерно, чтобы постоянно было вот вообще такой холод, то есть, когда температура на балконе повышается, я их устанавливаю обратно. Вот, ну, собственно говоря, все, все, что я хотела вам сказать об этом растении, об уходе за этим растением зимой, остальные вопросы, допустим, выхода из спячки, я освещу в следующих сюжетах, а на этом прощаюсь с вами, желаю вам отличного настроения, красивых цветов, и до новых встреч!